Людмила Ивановна Зарецкая по образованию юрист. Имея за плечами большой жизненный опыт, она считает, что замыкаться в себе человек не должен. Беседы, которые она проводит с посетителями отделения дневного пребывания Центра Вера, и направлены на то, чтобы отвлечь людей от повседневной рутины. С возрастом иногда человек немножко деградируется. Я считаю, что встречи такие с людьми старшего поколения, я не буду говорить с рекомендаем, что эти люди старшего поколения, они в общем-то необходимы. Их надо везти всюду, их надо везти всюду с ними встречаться, общаться, так это разъяснять, чтобы они не замыкались в себе, иначе тогда жизнь останавливается. Темы сегодняшней беседы Людмила Ивановна и выбрала. Надвигающаяся старость и как с ней бороться. В своем небольшом докладе она затронула вопросы правильного питания, своевременного посещения поликлиники, призвала слушателей к активному образу жизни и стараться держать себя в тонусе. Не обижаться и не злиться, как можно больше обогащать себя положительными эмоциями. Среди слушателей Людмилы Ивановны много и ее единомышленников. Коль будем улыбаться, нам старость не страшна. Улыбнись в начало дня, Богу помолись, сегодня лучше, чем вчера. Просто улыбнись. После беседы люди, так как они долго сидели, им нужно немножечко размяться. У нас проходит танцотерапия. Значит, мы включаем людям иногда музыку 30-40-х годов. Они очень любят эту музыку, потому что это их молодость, это их настраивает на молодые годы. Кроме всего прочего, посетители отделения дневного пребывания могут в центре получить различные консультации, и в том числе медицинского работника. Здесь я жила, прихожу с большим трудом, но прихожу. Все очень внимательные, заботливые, это обслуживающий персонал. Все о нас думают, все о нас жалеют, и сочувствуют, и помогают. Дорогие друзья, хочу пригласить к нам в клубы по интересам. Это по скандинавской ходьбе, плавать, в тренажерный зал, в шашки шахматы играть, в теннис, точно так же петь, танцевать, заниматься вышивкой. Центр «Вера» давно стал для людей пожилого возраста родным домом, где они не чувствуют себя одинокими. Людмила Медведева, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.